68 километров по трассе на Бованенково и еще около 10 тысяч шагов вглубь приуральской тундры. И вот оно место, где снимают большое кино. Хотя сама съемочная площадка не такая уж большая. Вот так выглядит съемочная площадка фильма во время обеденного перерыва. Да, актеры тоже люди и съемочная группа тоже хочет кушать, поэтому сейчас все отдыхают, обедают. И у нас есть возможность посмотреть, как площадка выглядит. Потому что во время съемок дублей никто сюда нас, конечно, не пустит. С десяток нарт домашнего утворененцев церковная атрибутика главного героя. Неподалеку футбольный мяч. Он не для этого фильма. Съемочная группа иногда поддерживает форму. Сам мяч остался от другого проекта. Мама будет против. В центре площадки три чума. В одном хозяйском снимают основные сцены. Второй для съемочной бригады. В третьем плейбэк. Тут в режиме онлайн отсматривают снятые сцены. Снимать сами дубли нельзя. Спойлер, штрафы. Поэтому включать камеры телевизионщиком можно только когда выключается аппаратура киношников. Вот классическое общение режиссера и главного героя на площадке. Вы же также себе представляли съемки большого кино. Для Владимира Головнева это дебют в полном метре. На Ямале он бывал еще ребенком. С отцом этнографом. Места запомнил. Легенды тоже. Поэтому и свой мистический триллер приехал снимать сюда. На край земли. Хотя могли бы сэкономить и отснять все в студии на Хромакее. Или где-то поближе к Центральной России. Обсуждался вариант с Пермским краем. И транспортировкой туда 20 оленей. Мы приехали на скаут сюда. И увидели вот эти вот тысячи оленей. Которые действительно создают вот эту вот магическую сэшен-ауру. Своим кружением, своей энергетикой севера и так далее. Ну как-то мы поняли, что врать с местом здесь это просто недопустимо. Выбирали место в июне, а в сентябре начали снимать. Застали хорошую погоду. Было плюс 23. Даже позагорали немного. Сейчас пуховики снимают непосредственно перед командой «Мотор». Киношные реалии. 75 АВЦ 5.1 Правки тоже реалии съемочного процесса. Финальную сцену вот режиссер переписал всего пару дней назад. В эпизодах также есть отклонение от сценария с поправкой на игру актеров. Никита Ефремов, у него главная роль послушника, не исключает. Жанр кино может измениться. Мне не кажется, что он будет все-таки мистическим триллером. По моим ощущениям он трансформируется больше в какую-то более драматическую историю. История скорее про инициацию, а история с несением веры. Она является неким, ну как ни странно, таким фоном, да, историческим, который действительно был. А для меня это больше история про инициацию из такого подростка в мужчину. Помогает ему в этом, а может и наоборот мешает, прекрасная и загадочная ватане. Она же Евгения Манджиева. Я играю жену Алини Вода, Ненку. Моя героиня, у нее, можно сказать, как два лика. Один это вот о том, что я сказала, а второй это проекция, через проекцию главного героя. Как он видит глазами ватане. Я не хочу раскрывать всех секретов, потому что, ну, это будет спойлер. На съемке фильма по сути месяц. По меркам полного метра сроки короткие, но успеют. Финальную сцену доснимут за харпом в районе Желтой горы. В прокат фильм «Она тебя любит» выйдет в 2025 году. Антон Парахин, Дмитрий Нагибин. Время и мало.